Послание к евреям, глава шестая. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей, труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее зазавесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек. По чину Мелхиседека. Послание к евреям, глава седьмая. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левинах имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресал Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть переменей и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не пристающей, ибо засвидетельствовано – ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей склятвую, потому что о нем сказано – клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителям соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Послание к евреям Глава восьмая Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища искиней истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, сказано сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, выложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомину более». Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Книга Премудрости Соломона, глава 9. Божий Отцов и Господи Милости, сотворивший все Словом Твоим и премудростью Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями, и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне присидящую престолу Твоему премудрость, и не отринь меня от отроков Твоих. «Ибо я раб Твой, и сын рабы Твои, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов. Ты хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа Твоего и судьею сынов Твоих и черей. Ты сказал, чтобы я построил храм на Святой Горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего по подобию Святой Скинии, которую Ты предуготовил от начала. С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы Твоей. Не спошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою. Ибо она все знает и разумеет и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранит меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны и буду судить народ Твой справедливо и буду достойным престола Отца Моего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления о смертах не тверды и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет много заботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах кто исследовал? Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал при мудрости и не не спаслал свыше святого Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись при мудростью. Четвертая книга царств, глава пятая. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, так и так, говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота и десять перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом Сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои, сказал, разве я Бог, чтобы умершлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его. Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся семрас в Иордане и обновится тело твое у тебя и будешь чист. И разгневался Нейман и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаские не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. И пошел он и окунулся в Ордане семь раз по слову Человека Божия и обновилось тело его как тело малого ребенка и очистился. И возвратился к Человеку Божию он и все сопровождавшие его и пришел и стал пред ним и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар, отрабатывая его. И сказал он, жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет Господин мой в дом Риммона для поклонения там и опрется на руку мою и поклонюсь в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь, раба твоего в случае сём. И сказал ему, иди с миром. И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Геезий, слуга Елисея, человека Божия, вот Господин мой отказался взять из руки Неймана этого сериянина то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Геезий за Нейманом и увидел Нейман бегущего за собою и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром. Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две переменные одежды. И сказал Нейман, возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его, и завязал он два таланта серебра в два мешка и две переменные одежд и отдал двум слугам своим и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из руках и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, откуда Геезий? И сказал он, никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды? Или масличные деревья и виноградники? И мелкий или крупный скот и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказа, как снег. Субтитры сделал DimaTorzok